Доброе утро, Казахстан! На календаре четверг, 14 июля. Доброе утро! Наши коллеги завершили свою часть программы, а мы с Жаном продолжаем. Германия станет первой страной, которая введет запрет на автомобили, работающие на бензине, газе и дизельном топливе. Правительство этой страны уже вводит необходимые поправки в законы, стимулирующие граждан покупки электромобилей. Таким образом, к 2050 году выбросы углекислого газа планируется сократить на 80-95%. Что же еще интересного произошло в мире, узнаем прямо сейчас. Аукционный дом в Лондоне выставляет на торге 8 работ художника-неоэкспрессиониста Жанна Мишеля Баскея из коллекции голливудского актера Джонни Деппа. Американский артист собирал их долгие годы. Джонни Депп неоднократно признавался в своей любви к творчеству уличного художника, получившего в 80-х широкое признание. В столице Южной Кореи, где очень сложно получить разрешение на полеты над городом, открылся первый парк, где все желающие могут свободно запускать беспилотники, вес которых не превышает 15 килограммов. Главное условие – не вылетать за пределы отведенной территории площадью 27 тысяч квадратных метров и высотой 150 метров. Парк будет открыт ежедневно с 8 утра до 4 часов вечера. Женщины, которые потеряли ногу из-за болезни или травмы и вынуждены носить протез, имеют ограниченный выбор обуви. Но изобретение пяти студентов из университета Джона Хопкинса может изменить эту ситуацию. Они разработали протез стопы, который адаптируется к обуви на высоких каблуках до 10 сантиметров в высоту. Создание идеального протеза было сложной задачей для студентов, так как устройство должно легко регулироваться для различных типов обуви, сохраняя свою позицию без проскальзывания, а также удерживать вес человека. В устройстве используется механизм регулировки пятки с двумя взаимосвязанными алюминиевыми дисками, которые открываются и закрываются при помощи рычага, закрепленного на лодыжке. Шесть лет назад, в 2010 году, в Казахстане была презентована первая партия поездов, произведенных южнокорейской компанией специально для метрополитена Алматы. Дизайн составов исполнен в желто-голубой цветовой гамме и связан с цветами государственных символов Казахстана. Его длина равна более 70 метрам. При этом он способен вместить до 940 человек и развить максимальную скорость в 80 километров в час. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажут наши корреспонденты. В 2014 году шестилетняя алматинка Софи Моносян прославила Казахстан на шоу «Таланта» в Австрии. Она получила золотую статуэтку и специальный приз «Золотая надежда». В 2013 году в Шымкенской городской больнице скорой медицинской помощи была проведена уникальная операция на сосудах головного мозга при инсульте. Четыре года назад американцы на электронном аукционе выставили на продажу самую дорогую тюбетейку в мире, сшитую в Казахстане в 17 веке. В 2011 году в Казахстане на ветке «Харгос-Житген» началось строительство абсолютно нового населенного пункта. В 2011 году на территории Казахстана была введена в обращение почтовая марка серии «Памятные юбилейные даты», посвященная столетию со дня рождения Касама Манжолова, поэта, журналиста, драматурга и композитора. Семь лет назад в выставочном зале Союза художников Астаны прошел вернисаж «Родина тюльпанов» Казахстан. А теперь пришло время узнать, как цифра 14 сегодня повлияет на наши дела. В эфире Жанна Кун. Нумерологический прогноз от Айсулу Ахимовой. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня 14 июля 2016 года на календаре «Четверг». А меня зовут Айсулу Ахимова, и я вам представляю цифру дня. А цифра сегодняшнего дня связана с числом 21. В одежде или аксессуарах хорошо применяются оттенки желтых цветов. Иногда в нашей работе и повседневности многие действия просто доведены до автоматизма. Старайтесь, чтобы обыденность и монотонность не покрыла вас головой. Добавьте немножко сердечности и теплоты во все, что вы делаете сегодня. И пусть ваше дело обязательно станет любимым. Это день меценатства и благотворительности. И пусть энергия каждого слова или дела, которое вы сегодня совершите, будет направлена на добро и позитив. Сегодняшняя слава может принести успех на многие годы. В отношении здоровья берегите горло и связки. И пусть ваш день сложится удачно! Довольно часто руководителям компаний приходится выезжать в командировки. И чтобы в эти моменты работа на предприятии не останавливалась, мы говорим с бизнес-консультантом Валентиной Григорьевой. Доброе утро, Валентина! Доброе утро, Валентина! Сразу же первый вопрос. Какие существуют принципы организации работы с удаленными сотрудниками? Многие даже не знают, что такое удаленные сотрудники. Как вы можете объяснить нашим зрителям? Да, на самом деле это очень просто. Это когда руководитель отдыхает где-нибудь на Багамах, лежит в гамаке, покоривает трубку мира. В это время компания работает. То есть это такое удаленное управление. На самом деле, конечно, не стоит обольщаться и думать, что это очень просто, что вот сейчас я нажму какую-то кнопочку, и компания будет работать. Есть определенные принципы. И к такому удаленному управлению, будь то в отпуске или в принципе можно где-то жить в другом месте и управлять своей компанией, для этого нужно готовиться. Готовиться серьезно и долго. Подготовка заключается в основном в двух направлениях. Первое – это техническая подготовка. И второе – это чисто человеческая управленческая подготовка. То есть для начала необходимо обеспечить управление технологическими средствами, которые помогут отслеживать показатели работы компаний. Эти показатели не только финансовые. То есть здесь не нужно только думать о том, что нужно отслеживать платежи, поступления денег, расходы и доходы. Нужно отслеживать не только финансовые показатели, но еще и показатели маркетинговые. Сколько клиентов к нам пришло? Сколько клиентов от нас ушло? Почему они ушли? Сколько клиентов новых мы хотим привлечь? Что мы для этого будем делать? Это так называемые маркетинговые показатели. Третий показатель – это показатели бизнес-процессов. Как протекают процессы внутри организации. И четвертый показатель, самый важный – это показатель человеческих ресурсов. Как управлять людьми, находясь вне офиса, вне конторы, вне нашего производства. То есть если отладить все эти направления деятельности, то в принципе, конечно, можно сказать, что да, управление удаленное, возможно. Но еще раз повторюсь, что это не очень просто. Валентина, скажите, а какие существуют распространенные ошибки по работе с удаленными сотрудниками? На мой взгляд, наиболее распространенная ошибка – это отсутствие системы делегирования полномочий. Это отсутствие системы стратегического планирования. В нашей ситуации компании очень редко задаются вопросами стратегического планирования вообще в целом. Даже если они присутствуют здесь. Потому что мы считаем, что что будет завтра, мы не знаем, мы не можем предположить, мы не можем предсказать. Поэтому планы обычно очень краткосрочные. А находясь вдали от своего офиса, от своей компании, еще сложнее реагировать быстро на ситуации, которые могут возникнуть в любой момент. То есть необходимо принимать срочные решения. А для того, чтобы принять срочные решения, очень важно иметь на месте людей, которым вы доверяете и которые могут принимать эти решения. Которые будут принимать их, скажем так, в той же системе ценностей и в той же системе координат, в которой мыслите вы. То есть первое – это подготовка людей. И второе – иметь очень четкие показатели, за которыми очень легко следить. А вот какие средства, извини, коммуникации с этими удаленными сотрудниками? Есть тактика понятна, ход понятен. А вот как вы... Да, на самом деле, что касается средства, то здесь все гораздо проще, потому что на сегодняшний день технологии пошли настолько далеко, что, в принципе, можно управлять через скайп, можно управлять по телефону, можно управлять на различных платформах, которые предлагают так называемые такие удаленные конференции создавать. С этим как раз-таки проблем нет. Но основная проблема, еще одна проблема заключается в том, что сами руководители и владельцы компаний, к сожалению, не часто отличаются самодисциплиной и контролем. То есть он... Уехал на отдых и забыл. Да. В этом случае, это, скорее всего, он удаленный руководитель. Да, и сотрудник, да. И сотрудник, да. Ну, да, но владельцы тоже, ну, предположим, ой, ну, сегодня там проспал, ну, ладно, ничего, на завтра перенесу это собрание, да. То есть фактически руководитель, будь то, скажем, наемный руководитель или владелец, да, он в первую очередь должен сам демонстрировать дисциплину, жесткий контроль и умение управлять собственным временем, как минимум, да. Потому что демонстрируя собственное поведение, он абсолютно сто процентов гарантирует себе отражение своего поведения в своих сотрудниках. То есть сотрудники будут себя вести точно так же. Я, конечно, все равно не поняла, зачем уезжать отдыхать, если ты все время как-то работаешь. Ну, если ты живой человек. Ну, да, но не обязательно, как бы, это связано с отдыхом, человек может жить, например, в Алмате, а компания у него находится в другом городе, да. И таких компаний очень много, на самом деле. Да, филиалы, филиалы. Да, есть филиальные отделения, да. И вот в этих филиалах очень важно иметь руководителей, которым можно доверять принятие решений, которые могут принимать эти решения и хотят. Ведь в менеджменте есть два ключевых слова, да. Я могу, это значит, я обладаю достаточными профессиональными компетенциями, я умею принимать эти решения, но хочу ли я? Здорово. Короче, мне кажется, что должно быть как-то все вот это управление с дистанционными сотрудниками, с удаленными сотрудниками, должно быть основываться на трех китах. Это, видимо, дисциплина, контроль и доверие. То есть доверие и контроль, правильно? Доверяй, но проверяй. Да, абсолютно верно. Спасибо большое, Валентина. Спасибо вам. Я думаю, какая у нас прекрасная программа, потому что наши телезрители поистине бесценную информацию получают те, кто хотят заняться бизнесом, руководить большим делом. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за приглашение. Смотрите нашу программу. До свидания. Если на вас надет стильный галстук, вы однозначно не останетесь без внимания. Как и прежде, он занимает одну из верхних позиций в списке лучших аксессуаров на все случаи жизни. В текущем году дизайнеры советуют отказываться от однотонных цветов и поэкспериментировать с оттенками поярче, геометрическими изображениями, эскизами и орнаментом. Основным цветом всегда является это бордовый и синий, так как костюмы у нас темные. Из-за этого галстук должен всегда выделяться. И наши специалисты всегда советуют бордовый цвет, чтобы были бордовые оттенки. Не обязательно, чтобы он чисто бордовый был. Можно и с цветами бордового цвета. Идеальный галстук должен быть на тон темнее рубашки и на тон светлее костюма. Широкий конец в завязанном виде должен спускаться на 2 сантиметра ниже верхнего края пряжки ремня. Чем шире ваши плечи или плечи пиджака, тем уже должен быть нижний край. А вот крупным мужчинам лучше подбирать модели шириной 12-13 сантиметров по нижнему краю. Вопреки стереотипу о том, что бабочка – это удел торжественных случаев, стилисты рекомендуют в этом сезоне носить этот аксессуар и в повседневной жизни. Разумеется, со смокингом и фраком галстуки бабочки надевать обязательно. Не обязательно носить бабочки со смокингом. Сейчас тенденции бабочки разного плана, разных расцветок. Так как их носят не столько со смокингами, в стиле casual тоже имеются бабочки, которые разноцветные, в горошек, в крапинке и цвета очень яркие. Галстуки можно одевать и с рубашками, и с теннисками, с полу, с футболками, с воротниками. Можно одевать с пиджаками любого плана. Для комплекта с бабочкой прекрасно подойдет рубашка с отложенным воротником. Но так как бабочка не прикрывает открытое поле рубашки как галстук, то более гармоничным будет ансамбль с жилетом или кардиганом. В наше время, в 2016 году, самым модным являются узкие галстуки. До этого времени у нас были галстуки, зауженные кверху, книзу, они уже расширяются в треугольник. А в этом году, в 2016 году, модельер вообще рекомендует очень узкие галстуки, которые завязываются в треугольный узкий узел, получается, и идет углубление вовнутрь. Однотонные цвета галстуков позволительно сочетать с цветными костюмами неофициального стиля. Но если уверены, что сможете создать красивый ансамбль, используя несколько активных цветов и яркий галстук, и при этом остаться в тренде, что ж, стоит попробовать. Хайрат Урынов, Сагдиана Калтай, Роман Ван, Женгакун. Худшее, что может произойти между родителями и детьми, это ссора. И вместо того, чтобы доказывать свою правоту, дайте ребенку самому убедиться в этом. Сначала она гусеница, потом заворачивается в лист, это кокон, потом она вылазит и получается бабочка. Сначала гусеница, она превращается в кокон, потом из кокона влезает бабочка. Проявляется так, что сначала из личинки появляется гусеница, потом она много листьев ест и превращается в кокон, потом из-за этого кокона возрождается бабочка. От червячка, ой, от гусенички. Бабочка появляется из гусени. Гусеница сворачивается в кокон, и через некоторое время оттуда появляется бабочка. Потому что он лечит, потому что он глаза колет. Потому что лук, он жжет глаза. Потому что в луке есть специальная, потому что лук горкий, и это горечь, как бы, может распахнуться, может разлететься на маленькие чтенки и попасть в глаза. Потому что он острый. Паук специально из своего туловища вытекает из него паутина. И он строит между некоторыми ветками или возле деревьев. У него из хвоста, видите, такая тонкая вылазит, и он от предмета к предмету. Красиво. Он сначала делает все ровно по диагонали, по прямым и кривым сторонам. Потому что ей жарко. Потому что ей жарко. Она хочет есть. Потому что у нее длинный язык. Собака либо хочет есть, либо устала. Аида Кауменова, дизайнер, основатель собственного дома моды. Окончила факультет конструирования и моделирования швейных изделий Алматинского технологического университета. Проходила обучение в Италии. Доброе утро, Аида. Нам приятно видеть вас вновь в нашей студии. И по традиции первый вопрос. Доброе утро. Да, доброе утро. Чем вы сейчас занимаетесь? Ну, я, как всегда, занимаюсь своей любимой работой. Модой. Да, модой. И все, что с этим связано. Все, что с этим связано, это большое количество общения с интересными людьми. Это какие-то поездки. Это вот, например, сегодняшний мой приход к вам сюда. Спасибо. Аида, а вот мне кажется, сейчас постепенно уходят в прошлое всякие бренды, тренды. То есть вот фанатичное исследование им. И мне кажется, что сейчас на пике, так сказать, актуальности пользуются услугами собственного дизайнера. Вот каких-то, которые знают тебя индивидуально. Это вот тенденция такая мировая, она как у нас? Ну, в Казахстане вы правы в том, что, Гульмара, что нет такого фанатичного, фанатичной привязанности, скажем так, да, к трендам. Потому что в моду вошло такое очень хорошее понятие, как самодостаточность, собственное лицо, да. Поэтому, наверное, важнее сейчас иметь свой стиль, нежели фанатично следовать трендам. Ну, а что касается брендов, бренды, наши казахстанские бренды стали более актуальными, более востребованными, нежели те бренды, которые завозятся из-за границы. То есть многие люди стали пользоваться, ну, скажем так, в основном дамы, женщины стали пользоваться все-таки теми изделиями, которые изготавливают наши модельеры, да? Конечно, да. Потому что как-то вот сейчас особенно много появилось на рынке дизайнеров. Да, вдруг они от полятора раза появились. Да, вы знаете, мне кажется, что любой человек, у которого хороший вкус, почему-то считает своим долгом стать вдруг дизайнером. Хотя это совершенно разные вещи. Конечно. Иметь хороший вкус, да, и, ну, если я, например, хорошо пою в короке, это не означает, что я должна идти и петь на сцену. Какое правильное сравнение, да. Да. Ну и как вот вы считаете, что, ну, вот вы шьете звездам, известным людям? Вы знаете, не только, Гмара. Не только. Вот я бы хотела сказать. На самом деле, на заре, вот как раз-таки, когда нашему бренду было, ну, где-то лет 3-4, тогда, да, тогда, конечно, я хочу сказать, что низкий поклон нашим звездам, потому что именно они подняли и как-то сделали известным бренд. Но сейчас как раз-таки, наверное, основными моими клиентами являются просто люди, просто потребители, просто невесты из разных городов нашей страны. И учитывая, что в этом году на волне кризиса мы создали вторую линию, которая продается у нас по демократичной цене, цены, начиная от 7 тысяч и до 35, это потолок, вот, мы, конечно же, приобрели особую популярность. Потрясающе. Аида, ну, мы знаем, что у вас открывается очень много по Казахстану шоу-ромов, бутиков, и к вам люди приходят, не боятся названия, и думают, нет смысла, заходить не будем, это очень дорого. Такого нет, люди не боятся. Вообще, вы правильно заметили, потому что, когда стоит отдельно стоящий магазин, вот, например, наши модные дома, да, модный дом в Астане и в Алма-Ате, мы находимся, ну, не в торговом где-то центре, а вот отдельно стоящем. И я понимаю, что на самом деле у людей есть некоторый барьер, даже я сама, вы знаете, вот, насколько казалось бы, да, ну, уж чего мне бояться, да, но я почему-то, если, например, я знаю, что у меня нет с собой денег, да, достаточное количество, я иногда могу пройти мимо бутика, в который, может быть, я бы хотела заглянуть, да, потому что, ну, есть какой-то некоторый барьер. И также я считаю, что, когда стоит отдельно, в отдельно стоящем здании модный дом, конечно, у людей есть некоторые, но, с другой стороны, это тут же отсеивает, да, скажем так, тех просто людей, которые хотят просто посмотреть. Ну, праздно болтающихся, да. Да, ну, может быть, праздно интересующихся. Да, да. Уже говорит о том, что если раньше, представляете, 10 лет назад мою одежду понимали только самые продвинутые люди, которые должны были вообще от стереотипов отойти и не считать, ну, то есть, понимаете, да, только-только люди начали понимать, что если это сделано в Казахстане, то это достойно, достойно, и это красиво, и это доступно. Ну, то есть, не вы, не ваш стиль стал более доступным, а именно покупатель, да, простой человек поднялся до вот уровня, да, дизайнерского. Я думаю... Или всё-таки-то взаимосвязывали, друг другу навстречу шли. Я думаю, что, конечно, конечно, мы шли друг другу навстречу, и это ещё говорит о том, что мы прослеживали обратную связь, мы расширялись вглубь, вширь, да, и исследовали дальше свой продукт вглубь. И, вы знаете, когда случился кризис, и мы же покупаем какие-то сопутствующие там материалы для создания, да, одежды, там, как дублерин, например, да, фурнитуру, и когда вот первый раз на 30% поднялись цены, значит, мои девочки идут туда и сотрудники купить тот или иной товар, а там уже цена на 30% поднялась. Я сказала, вот просто разворачивайтесь и уходите, потому что так нельзя делать. И кризис – это вообще, на самом деле, великолепное такое время, да, когда народ сплачивается, народ начинает думать, помогать друг другу, да, и именно на этой волне и появилась наша вторая линия, и я считаю, что дальше будет ещё лучше. Ну, конечно, совсем бы уже не хотела, чтобы это продолжалось. – Аида, ну вот я сейчас увидел, что вы сидите в таком великолепном наряде. – Спасибо. – Он похож на какие-то узбекские мотивы, да? – Да, это послушные мотивы. – Да, это костюм, конечно же, с первой линии. Я очень люблю свою одежду, и это правда, вот это вот, знаете, это, ну, я вообще просто одежда, и всё, что с этим связано, это моя страсть, да? Ну, учитывая, Гульнар, что мы женщины, и это само по себе у нормальной женщины, это, ну, как-то в крови, да. – Конечно, это очень, это очень прекрасная слабость. – В линии, в линии, в линейке одежды Аиды Кауминовой сейчас присутствуют, превалируют восточные мотивы. – Всегда, Жан, всегда. – Всегда. – Я… – Ты плохо знаешь, значит. – Нет, почему, я не так хорошо знаю, но я, как бы, это женское не очень. – Конечно, дочь Жанна Диля, очень хорошая моя клиентка, я её очень люблю, она очень красивая, и у нас даже есть красивая фотосессия, которая в больших фотографиях до сих пор находится у нас в модном доме. – А, да, я видел, видел. – Да, украшает стены нашего модного дома, да. – Интерьер. – Скажите, Аида, сейчас вы над чем работаете? – В общем-то, работа, ну, вы же сами понимаете, да, когда у тебя 60 человек, это своего рода уже такой механизм, который просто не имеет права останавливаться, да, и идти только вперёд. А ещё вот мне нравится выражение Алисы в мультике, помните, Алиса в стране чудес? – Стране чудес, которая? – Да, где ей королева говорит, дорогая моя, если ты хочешь стоять на месте, тебе нужно бежать до раза быстрее. – Прекрасно, да. – Да, поэтому темп никак нельзя сбавлять, нужно идти только вперёд, потому что есть… ну, во-первых, потому что это интересно, да. Во-вторых, как модный бизнес, я всегда говорю, он работает по тем же законам, как и любой другой бизнес, и там есть определённые свои стадии, которых нужно придерживаться. – То есть нужно всё время что-то делать. – Удивлять. – Удивлять. Участвовать в каких-то новых проектах, каждый раз выходить из зоны комфорта, но при этом не забывать про себя, потому что работа работай, но нужно любить себя, да, и я понимаю, что очень много в моей компании зависит от моего личного состояния. – Ну, а как вы любите себя? Вы где-то отдыхали уже в этом году? – Ну, вообще часто отдых, я стараюсь… – Совместить. – Как вот человек с активной позицией, да, я не люблю… – Пассивный отдых. – Да, пассивный отдых, я люблю активный отдых. – То есть чтобы это всегда было связано с какими-нибудь тренингами, да, или, например, вот в одном из последних наших… в одном из… в общем, мы с дочей ездили на отдых и собрались на очень высокую гору, и всю ночь туда шли командой. – Да, я очень переживала. – Что, вы вдвоём с дочкой? – Я что, вы вдвоём с дочкой, не с дочкой. – На Эверест. – Нет, не на Эверест, это был вулкан, на который нужно было подняться. Мы в 12 ночи приехали туда, и с фонариками, с командой поднялись и, представляете, встретили рассвет. Это было чудесно. У нас была полностью мокрая одежда, мы были уставшие, но мы были очень счастливые. И вы знаете, это такая победа. И я поняла, что вот тогда я тоже очень сильно ощутила то, как, когда, знаете, благословение мамы, я понимала, что мы дошли, благодаря тому, что я переживала за ребёнка, и мне было очень важно, чтобы она прошла, да, и чтобы всё было в порядке. – Вы поставили перед собой цель и поднялись на этот вулкан. – Нет, я думаю, вообще, это было просто так интересно, да, нам сказали, подниметесь на вулкан, мы сказали, хорошо. – Если вы всю ночь шли, то видимо большой вулкан. – По его характеру человек, видишь, добивается свою цель, это в вашем хорошем. – 56, да. – Это потрясающе. Ну что ж, у вас прекрасная, интересная жизнь, всего вы черпаете вдохновение, и всё используется для своей профессии и для творчества. Пожелайте, пожалуйста, традиционно нашим телезрителям это прекрасное утро, что-нибудь. – Ну, Гульнара, конечно, всё делается, в общем-то, для работы, это так называется, а на самом деле, мне кажется, каждый человек живёт и творит лично для себя. – Да, конечно. – Просто для собственного удовольствия, правда же? Вы, как творческие люди, об этом знаете. Ну, поверьте, каждый выход на сцену – это всегда огромное удовольствие, да, связанное с много какими другими чувствами, да. Поэтому я нашим дорогим телезрителям желаю, чтобы каждый человек жил в удовольствии, прежде всего, своё, да, и, ну, и, конечно же, жил с миром в сердце, потому что то, как вы себя ощущаете внутри, то вы будете видеть снаружи, в миру. – Спасибо, Ида. – Спасибо, Ида. – Мы желаем вам, в свою очередь, желаем вам творческих успехов, всё больше и больше и больше новых нарядов для наших милых женщин. И нас одолевает гордость за то, что на наших дизайнеров стали больше смотреть наши женщины. – Спасибо большое. – Спасибо вам большое, что пришли к нам быстро. – Спасибо. – Ну, а нашим телезрителям мы хотим пожелать хорошего дня, весёлого настроения и, конечно же, крепкого здоровья. – Живите с удовольствием. Смотрите нас на канале Хабар. – До новых встреч. – Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»